Третий Псалом читаем. Вот такая удивительная красота. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня. Многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною. Слава моя! И Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой! Ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение над народом Твоим благословение Твое. Слышь, ведь древняя книга, и, наверное, мы себе представляем, ну что это до нашей эры? Это дикие народы, это такое вот прозябание, такое скотоподобное существование. Ни газа, ни телевизора, ни телефона. Ну, цивилизации еще нету. Но вот как созвучны эти стенания души и восторги души у автора псалма и у меня, жителя 21-го столетия. Вот это вот состояние, с одной стороны, нужды в защите, с другой стороны, огромного вала всякого рода. И беззаконие, и клевет, и угроз. И он вот здесь их выражает. И у него, Господи, как умножились враги мои. Многие восстают на меня. Но смотри, но ты, Господи, щит мой предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Слышь? Я просто хочу пожелать тебе, мой брат, вот в это время смятения прочувствовать и найти вот это утешение, чтобы в самой глубокой тоске воззвать Господа и почувствовать, что Он знает тебя, слышит тебя, любит тебя и защищает тебя. И от Него источники жизни. Вообще, это потрясающее состояние души, которое может разговаривать с Богом в любых обстоятельствах жизни.